Наряду с пауками есть несколько животных такого же небольшого размера, способных вызывать первобытный страх у людей. По всей видимости, это не случайно, что они оба являются членами класса паукообразных, хотя в виде скорпионов гораздо старше, которой более 400 миллионов лет. На самом деле некоторые доисторические скорпионы были огромных размеров и достигали в длину 70 сантиметров. Хотя сегодняшние скорпионы несколько меньше, но некоторые виды все также смертельно опасны. Все более 1750 видов скорпионов вооружены ядовитым жалом, которое находится на кончике хвоста, однако лишь у 20 из них яд достаточно сильный, чтобы мог убить человека. Из этих важных с медицинской точки зрения видов все кроме одного являются членами семейства бутиды. Жало скорпиона предназначено как для охоты, так и для защиты. Тем не менее, скорпионы часто предпочитают охотиться на добычу, не используя яд, а с помощью грубой силы, и следовательно берегут свои жало для обороны. Большинство скорпионов охотятся на насекомых, хотя крупные скорпионы на самом деле способны поймать позвоночных животных, таких как мыши. Сам яд представляет собой смесь быстродействующих токсинов, такие как нейротоксины и ингибиторы ферментов. Для исключения первой тройки скорпионов в этом списке, укус скорпиона вряд ли убьет здорового взрослого человека, но он послужит неприятному опыту. Симптомы варьируются от чего-то похожего на пчелиный или осиный укус до судорога, дышки и даже смерти. По примерным подсчетам во всем мире за год жалят 1,2 миллиона скорпионов, что приводит приблизительно к 3250 смертям, что также говорит о коэффициенте летальности 0,27%. Из этого количества смертей около 1000 происходит в Мексике. Далее переведем список самых смертельно опасных скорпионов, который состоит всего из семи видов. Это потому, что большинство из 20 с лишним опасных видов скорпионов тесно связаны между собой, поэтому ради интереса мы ограничили список. 7 место. Плюющийся черный толстохвостый скорпион. Также известный, как южноафриканский толстохвостый скорпион, это один из самых крупных видов семейства бутиды, достигающих длину до 15 см. Часто говорят о том, что если у скорпиона маленькие клешни и толстый мощный хвост, то это указывает на более сильное жало. Теоретически это связано с тем, что вооруженному смертельным ядом скорпиону не придется полагаться на свои клешни, чтобы поймать и бездвижить свою добычу. Это, безусловно, справедливо и для плюющегося черного толстохвостого скорпиона, который считается самым опасным скорпиону в Южной Африке. Летальная доза составляет 4,25 мг на килограмм, по силе это сравнимо с сианидом. Размер скорпионов и способность сводить большую дозу яда говорят размеры их хвоста. Интересным фактом этого скорпиона является то, что он производит два вида яда. Первый – превентивный, который требует меньше ресурсов для производства и используется для бездвиживания более мелкой добычи или нанесения предупреждающего укуса. Если используется другой вид яда, то это уже более токсичный вариант, что позволяет скорпиону бороться с большим размером добычи или спасти свою жизнь. Вообще-то говоря, здоровому взрослому человеку очень не повезет, если он умрет от укуса этого скорпиона, поскольку показатель смертности составляет менее 1%, но это вовсе не означает, что это будет даже отдаленно приятное впечатление. В каждом третьем случае могут появиться интенсивная боль, потливость, слюноотделение, мышечные судороги и учащенное сердцебиение. Да, и в качестве дополнительного бонуса, как вы уже догадались, плюющийся скорпион может плюнуть свой яд на расстоянии до 1 метра, что вызывает временную шлепоту и возможны необратимые повреждения глаз. 6 место. Желтый толстохвостый скорпион. Латинское название этой группы скорпионов называется андроктону, что переводится как убийца мужчин. Это вполне уместно, так как из-за них ежегодно происходит несколько смертельных случаев в засушливых районах Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Вместе с императорским скорпионом они являются одними из самых популярных видов экзотической торговли домашними животными. Этот факт еще больше повышает вероятность контакта с людьми. Общеизвестное название этого вида связано с мощным хвостом, чья единственная цель заключается в том, чтобы воткнуть жало в добычу или нападавшего. Яд, впрыскиваемый при укусе этого скорпиона, представляет собой один из самых мощных нейротоксинов среди любых скорпионов. Эти быстродействующие яды атакуют центральную нервную систему, что приводит к параличу и, что наиболее печально, к дыхательной недостаточности. Будучи весьма ядовитыми, желтый толстохвостый скорпион является крепким орешком. В то время как пустыня известна своим негостеприимством, существует несколько животных, способных пережить песчаную бурю. Большинство из них будут взорваться в песок, чтобы найти убежище, но не эти толстохвостые скорпионы. Эти скорпионы известны тем, что способны противостоять достаточно мощным пескоструйным завихрениям, способным сдирать краску со стали без каких-либо признаков повреждений. По-видимому, это связано с особой поверхностью его экзоскелета. 5 место. Аризонский древесный скорпион. Достигая в длину менее 7,5 см, этот древесный скорпион считается самым опасным в Северной Америке. Как подсказывает название, он встречается в пустынях Аризоны. Потенциально смертельный нейротоксический яд, как известно, вызывает сильную боль, которая была описана как конвульсия от удара электрическим током. В более серьезных случаях наступает онемение, рвота и понос, а также может наступить смерть. На протяжении 1980-х годов в Мексике аризонским древесным скорпионом были убиты более 800 человек. При отсутствии лечения уровень смертности от укусов составляет от 1 до 25%, в зависимости от возраста жертвы и общего состояния здоровья. К счастью, в настоящие дни существует эффективное противоядие и поэтому в Аризоне не было ни одного смертельного случая за более чем 40 лет. 4 место. Арабский толстохвостый скорпион. Этот скорпион является родственником желтого толстохвостого скорпиона. Как следует из названия, он встречается во всем арабском мире, в таких странах как Саудовская Аравия, Иран и Турция, а также его можно встретить в Северной Африке. Арабский толстохвостый скорпион – это скорпион среднего размера, который охотится на ряд хищных насекомых и пауков, включая ящериц и мелких грызунов. Наряду с тем, что у него имеется потенциально смертельный яд, он также отличается весьма агрессивным характером. 3 место. Бразильский желтый скорпион. Вы уже, возможно, догадались по названию скорпиона, что этого скорпиона можно встретить в Бразилии, но само название скорпиона не передает то, что это самый опасный скорпион в Южной Америке. К сожалению, этот вид слишком часто контактирует с людьми и каждый год он жалит тысячи людей. В лучших случаях у жертвы после болезненного укуса наступает интерфикация, но могут проявляться несколько вторичных симптомов, таких как тошнота и учащенное сердцебиение. По мере того, как яд распространится по всему телу, может наступить состояние гиперэстензии, что делает человека чрезвычайно чувствительным даже к малейшему прикосновению к телу. Более серьезные укусы могут привести к спазму живота, рвоте и затрудненному дыханию. Для пожилых и очень молодых людей существует реальный риск смерти от сердечно-легочной недостаточности. Даже несмотря на то, что бразильский желтый скорпион использует свой яд экономно, что приводит к низкой летальности, он до сих пор каждый год приводит к большому количеству смертей. Второе место – Желтый скорпион. У этого скорпиона есть несколько названий – «ловчий смерть» и «смертельный охотник», которые говорят, что его трудно избежать. Достигая в длину всего около 58 мм, это один из скорпионов, которого вы бы не захотели найти в вашем багажнике. Он распространен по всей Северной Африке и Ближнему Востоку. Этот скорпион своими мини-терными размерами и ничтожными на вид клещами вооружен чрезвычайно болезненным жалом, в котором содержится коктейль из мощных нейротоксинов и кардиотоксинов. Летальная доза составляет от 0,16 до 0,5 мг на килограмм. Желтый скорпион является одним из очень немногих скорпионов, которые представляют серьезную опасность для здоровых взрослых людей. Тем не менее, большинство взрослых мужчин после укуса могут выжить, что частично связано с врожденной устойчивостью к язву. В любом случае, это будет не самым приятным опытом. Первое место – индийский красный скорпион. Как правило, красный цвет является одним из предупреждающих цветов дикоперой, и индийский красный скорпион, конечно же, не исключение из этого правила. Возможно, это самый опасный скорпион в мире, и этого полукообразного стоит избегать. Обитающий в Восточной Индии, Пакистане, Шри-Ланке и Непале этот скорпион находится в ночное время, питается насекомыми и иногда даже маленькими ящерицами и мышами. Достигая в длину почти 9 сантиметров, это довольно крупный скорпион, но, как мы знаем, размер мира скорпионов еще ничего не значит. У них очень сильный яд, также как и сам укус. Индийские красные скорпионы благодаря этому показывают высокие показатели по летальности, где-то между 8 и 40%. Как и у всех скорпионов, этот показатель высок среди пожилых и молодых людей. Симптомы слишком неприятные – сильная боль, рвота, потливо и конвульсии. По-настоящему опасные симптомы, которые влияют на работу сердца и легких, приводят к отеку легких, что является основной причиной смерти. Вот в принципе и все о самых опасных скорпионах. Подписывайтесь на канал, если не подписались и до скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok